Всем привет! Первый немецкий кроссовер для людей представила компания Daimler. Так, в конце 90-х годов к C, E и S-классу добавился ещё и ML. А что же скрывается за этой непонятной аббревиатурой? Итак, давайте разбираться. Встречаем Mercedes-Benz ML первого поколения. Мерседес ML первого поколения появился в конце 1997 года и выпускался до 2006 года. Именно с этой машины началась кроссоверная история из Штутгарта. Но кроссовер ли это? Мне кажется, даже сами создатели не понимают. Многие поклонники этой машины гордятся, что автомобиль имеет рамную конструкцию. Но внедорожником его никто не называет, и серьёзных проходимцев из него никто не строит. Подвески у него независимые, довольно-таки короткоходные и хлипкие. Спереди у ML пружин нет, используются торсионы. У автомобиля полный привод, есть даже понижающая передача. Ну а в остальном это типичный Mercedes с диванной плавностью хода и валкостью в поворотах. Это вам не юркий BMW X5. Багажник огромный, салон огромный. Странновато высокая посадка за рулём. Рулевая колонка регулируется только вот так вот по высоте. Но многие владельцы привыкают и к этому. Но считают расположение замка зажигания неудобным. В общем, первый ML – это гибрид рамного внедорожника и легковушки. На этих автомобилях ездит много людей. У него много поклонников. Ездят по 10 лет, этот Mercedes их никак не подводит. Но стоит ли рассматривать этот Mercedes к покупке на сегодняшний день и что от него ждать? Сейчас подробно об этом поговорим. Антикоррозийная стойкость у первого ML очень даже неплохая. Но говорят, что очень сильно ржавеют автомобили, привезённые из США. Ну, соответственно, там и изготовленные. Также машины до 2000 года выпуска. Но всё равно за коррозией надо следить. Кстати, VIN-номер нанесен на раму со стороны переднего правого колеса. Он может заржаветь и стать нечитаемым. Снаружи коррозия появляется в стандартных местах, на побитых камнями кромках колёсных арок, также на самих колёсных арках, также на порогах, которые прикрыты пластиковыми накладками. Кстати, рекомендация. Надо снять накладки, затем почистить порог от грязи, обработать вязким антикором и поставить вот эти пластиковые накладки обратно. Также со временем спущивается краска на нижних краях дверей, а также на металле вдоль фар и фонарей. У дорестайлинговых ML откровенно неудачные рефлекторные фары. Они слепые, а вот у рестайлинговых моделей фары линзованные. Но и они через лет 10 слепнут, так как напыление с отражателей буквально осыпается. Иногда мотор-редуктор заднего стеклоочистителя умирает из-за проникновения туда влаги или из-за того, что электромоторчик прикажет долго жить. Всё это меняется легко на БУ или на неоригинал. Вдобавок ещё форсунка может поломаться, то есть как снаружи, так и внутри. Комплект деталей для неё продаётся за 40 долларов. У Mercedes 2000-х годов для отпирания багажника используется кнопка «рычажок». Через лет 8-10 она начинает подклинивать и подклинивает в положении «открыто», то есть не возвращается в исходное положение. Можно взять смазку, хорошенько попрыскать и разработать, но лучше всего разобрать весь этот узел, смазать его. Сначала почистить, а потом, естественно, смазать. Вот эти вот задние стойки кузова на дорестайлинговых машинах трескаются, а на рестайлинговых краска на них шелушится. Новые такие накладки стоят на минуточку 250 долларов каждая, поэтому никто, естественно, новый их не покупает и ищет на разборках, если удается найти во вменяемом состоянии. Но вообще-то их можно подклеить и покрасить. К кузову они крепятся с помощью клея. Форсунки лобового стекла на ML располагаются не на капоте, а на жабон. Здесь их всего три штуки. Так вот, если засоряться и не очистятся, то аналог будет очень сложно подобрать. А оригинальная одна вот такая форсунка стоит 60 долларов. На ML первого поколения слабенькие уплотнители дверных проемов. Они просто рвутся, то есть отрываются от основы и болтаются. Оригинальные, естественно, очень дорогие. Но сюда идеально подходят резинки от Chevrolet Niva. Интерьер у ML очень американский. Эта машина была создана специально для продаж именно в США, хотя собиралась она не только в американской Алабаме, но и в австрийском Граце. Ну что, типичная болячка 90-х годов Мерседеса – это царапание вот этих вот накладок, то есть декоративного лака. Причем лак еще и отшелушивается, но при желании можно снять накладки, отполировать и покрыть новым слоем лака. Также деформируется ткань на накладках передних стоек крыши. Их можно снять, перетянуть, ну либо же поискать бушные на разборке. В салоне очень много скрипов. Могут грохотать даже задние сидения. Они люфтят в своих креплениях. Также может грохотать задняя дверь багажника из-за того, что она провисает или из-за увеличенного зазора в замке. А также со временем могут трескаться вот эти вот пластиковые накладки на сидушках со стороны дверей. От старости и нагрузки рвутся нити подогрева передних сидений. Ну а в основном простая электроника салона 163-го Мерседеса особо не ломается. Но все-таки при покупке стоит осмотреть основные какие-то опции, например, сервопривод передних сидений, ну и проверить работоспособность всего остального. О системных проблемах электрики 163-го Мерседеса мы расскажем чуть позже. Ограничители дверей будут гарантированно скрипеть через 15 лет эксплуатации из-за износа роликов. Пропадает и фиксация открытых дверей в промежуточных положениях. Обычно ограничители покупают на авторазборках. Самые умелые вытачивают для них новые ролики. Кстати, из-за изношенных роликов ограничители в дверях при езде по неровностям появляются посторонний шум и цок. Это все возрастные проблемы, такие же как провисание двери в ее петлях, а также отказ замка из-за лопнувшей пружинки либо же шестеренки. Еще одна возрастная проблема, характерная для ML – это люфт педали акселератора. И люфт этот происходит из-за износа пластиковой втулки. Так вот, эту втулку можно поменять на новую из магазина запчастей для газелей. И тогда люфт на ML уберется. На дорестайлинговом 163-м оснащенным кондиционером, а не климат-контролем, есть проблема с обогревом ног водителя. Дело в том, что в сильный мороз потока теплого воздуха просто не хватает, чтобы согреть ноги. В общем, эта проблема некомфортная решается. Надо вмешаться в воздуховод, который находится под рулевой колонкой. И смысл в том, чтобы сделать улучшенный отвод теплого воздуха из него. Еще ногам может быть холодно из-за уставших уплотнителей в дверных проемах. В этом случае их надо заменить на улучшенный. Но, как мы уже отмечали, стоимость зашкаливает $200 за одну резинку в каждый проем. Чисто возрастная проблема климат-контроля Mercedes ML – это неправильное регулирование потока воздуха. Происходит это из-за обламывания тяг от сервоприводов к заслонкам. В ходе диагностики можно понять, какая именно из заслонок не работает. Их тяги, а их там шесть, стоят по $50. Чтобы добраться до сервоприводов и заслонок, до половины из них надо разбирать переднюю панель. На дорестайлинговых ML кнопки управления стеклоподъемниками, центральным замком, кнопки управления боковыми зеркалами, а также обогревом стекла находятся в едином блоке прямо перед подлокотником. Так вот, со временем некоторые кнопки перестают работать. Этот блок оригинальный, стоит $210, но на него есть три десятка заменителей по цене в 2-3 раза ниже. Некоторые умельцы берут, разбирают блок, чистят и подгибают контакты в тех кнопках, которые перестают работать. Итак, младший двигатель из всей линейки ML – это четырехцилиндровый M111, который устанавливался только в паре с МКПП. Это очень надежный двигатель, способен пройти 500 тысяч километров, может раз в пару лет огорчит течами масла, также может побеспокоить из-за неисправного расходомера, также может попросить разобраться с искрой из-за изношенных катушек и высоковольтных проводов. А вообще подробнее об этом двигателе в нашем огромном обзоре на канале. Так что, кому интересно, посмотрите. Основные бензиновые двигатели для Mercedes ML – это атмосферники V6 и V8 объемом от 3.2 до 5.0. Отдельно стоящая версия есть еще AMG объемом 5.5. Мы, кстати, разбирали мотор M112, поэтому, если хотите уже узнать все подробности о нем, милости просим на канал, отыщите этот разбор. В целом, это механически надежные двигатели, но все-таки некоторым владельцам удается доездить их до задиров на алюсиловом покрытии цилиндров. В целом же, эти моторы M112 и M113 способны проехать полмиллиона километров. Однако эти моторы склонны к жору масла, который можно обуздать заменой клапанов сальников, а также чисткой системой вентиляции картера. Также маслоотделители в клапанных крышках тоже можно очистить, а трубки заменить на новые. Датчик положения коленвала этих моторов неожиданно отказывает, и тогда мотор может не завестись или даже заглохнуть на ходу. Рекомендуем устанавливать либо же оригинал, либо же запчасть от оригинального немецкого производителя. Тогда можно рассчитывать на хороший ресурс. И напоследок, у этих моторов под две свечи зажигания на каждый цилиндр, которые соединены с катушками и высоковольтными проводами, также четыре лямбда зонда в выхлопной системе и такое же количество катализаторов. Если интересует дизельный ML первого поколения, то выбор невелик. Базовая и самая распространенная версия с мотором «пятеркой» Ом 612. Это очень надежный мотор, который способен пройти 500 тысяч километров на перегруженных Mercedes Sprinter. Кто знает, это такие микроавтобусы. У нас есть подробнейший обзор на канале его четырехцилиндрового варианта. Дизельный двигатель требует минимальных ремонтов. Владелец должен знать, что огнеупорные шайбы под форсунками надо менять каждые 100 тысяч километров, чтобы не столкнуться с их прогоранием и дорогим выдергиванием. Топливная система Bosch живучая и надежная. С форсунками при пробеге до 300 тысяч километров вообще проблем быть никаких не должно. А вот трубки-обратки обязательно протекут. Замените их на бензостойкие. Турбина при замене масла каждые 10 тысяч километров выхаживает более 300 тысяч километров. Вихревые заслонки во впуске особо не беспокоят, но при большом пробеге их оси раздолбают пластиковый коллектор. Оттуда будет сочиться масло, а потом и свистеть воздух. Еще выпускной коллектор стоит снимать и чистить каждые 200 тысяч километров. В общем, 2,7-литровый дизель Mercedes очень хорош. Вы часто задаете вопрос, какое масло надо заливать в тот или иной двигатель. Так вот, масло надо применять согласно руководству по эксплуатации данного автомобиля. А конкретно в этот мотор отлично подойдет масло Rolf Energy 10W40. Это полусинтетическое высокоэффективное моторное масло производится из высококачественных базовых масел и современного пакета присадок. Так вот, этот сбалансированный пакет присадок позволяет минимизировать окислительные процессы в моторном масле при работе двигателя и препятствует образованию отложений в масляной системе. Rolf Energy 10W40 обеспечивает до 25% лучше защиты от образования отложений по сравнению с требованием стандарта ASEA A3 B4. Специально для наших зрителей скидка по промокоду AUTOSTRONG2215% при покупке масла на OZON, а это выгодно. Ссылки я оставил в описании. Ну что, едем дальше. Версии с 4-литровой битурбовосьмеркой ОМ628 встречаются крайне редко. Этот мотор, по сути, сделан из двух ОМ611. Противоречивые отзывы, мотор дорогой в обслуживании. Оригинальные цепи ГРМ приходится менять к пробегу в 200 000 км. К этому же пробегу устают и турбины. Также этот двигатель очень часто течет маслом. В общем, чтобы поменять все прокладки и цепи ГРМ, надо вынимать мотор. На Mercedes ML устанавливался фирменный 5-ступенчатый автомат 722.6. Очень живучая трансмиссия. Она идеально подогнана к каждому моменту двигателя, который использовался на вот этом Mercedes. Просто меняйте в ней масло каждые 60 000 км. Следите за чистотой поддона, а также следите за запотеванием по втулке жгута проводов и меняйте эту втулку. Если появились пинки между первой и второй передачами, то значит, надо поменять соответствующий соленоид. Вообще, эта АКПП 722.6 от Mercedes способна без проблем пройти 500 000 км. Да, и еще со временем появляется фирменная болячка селекторов Mercedes, когда из драйва невозможно переместить селектор в паркинг. Вдобавок, еще не отображается положение селектора на приборной панели. В этом случае либо же можно поменять селектор на другой бэушный, либо новый, либо же пропаять контакты на его двух платах. И да, еще подсветка положения селектора со временем неизбежно тухнет. Ну а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Помните, что помимо очень качественных БУ запчастей, в «Автостронг» есть еще и новые запчасти. А еще есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, выбираем байки с минимальными пробегами и продаем их с полным пакетом документов. Нужен байк обязательно в «Мотостронг». Ссылочки я оставлю в описании. Мы на СТО и продолжаем. Слева под капотом находится короб с блоками управления. Там есть своеобразный фен, то есть вентилятор в улитке, который гоняет там воздух. Так вот, на большинстве МЛ этот фен скорее всего не работает, потому что при его поломке никакой ошибки не фиксируется. И по сути он никак не влияет на ЭБУ. Но некоторые владельцы его чинят. В этом фене, в этом вентиляторе безнадежно изнашивается коллектор электромотора. В этом случае электромотор можно заменить на новый точно такой же. В этом же токораспределителе под колодкой с предохранителями, а предохранитель у нас находится вот здесь, установлен блок ААМ, который управляет всей электроникой от лампочек до ключей, до центрального замка и так далее. Так вот, если этот блок начинает шалить, то шалости вообще разнообразные. То есть габаритные огни могут включаться и выключаться. Также могут включаться и выключаться произвольно фары, могут не работать дворники, бортовой компьютер, дополнительная помпа. Ну вообще глюки могут быть разнообразные по всей электронике. А в худшем случае даже машины, но это редкие случаи, загорались из-за включения каких-то потребителей на стоянке. В любом случае будут ошибки по блоку ААМ. И этот блок можно вылечить. На его электронной плате есть сборки резисторов с суммарным сопротивлением по 470 Ом. Так вот, нужно качественно пропаять их ножки. У хорошего электрика это займет примерно полчаса. Крышка бачка стеклоомывателя держится на пластиковом язычке, который ломается на изгибе. Цена этой детали 20 долларов. Дорого, поэтому многие владельцы мастерят свои крышки. А вообще сюда идеально подходит крышка от 5-литровой канистры для питьевой воды. С возрастом на ML начинает глючить датчик определения вращения автомобиля, он же датчик рыскания. И в этом случае автомобиль почти постоянно начинает блокировать, то есть подтормаживать колеса. А происходит это потому, что датчик ложно определяет боковое скольжение. И чтобы избавиться от этой проблемы, надо поменять датчик на бэушный, потому что новый стоит очень дорого. Этот датчик находится в салоне сразу позади селектора АКПП. Рулевой механизм можно назвать беспроблемным с оговорками. Сама рейка служит долго, но если обнаружится неизлечимое подъедание боковин шин, то тогда надо проверить рейку на люфт. К сожалению, такой износ рейки не лечится, в отличие от подтекания из нее масла. В этом случае придется менять рейку на бэушную, потому что новая стоит очень дорого. Насос гидроусилителя руля и вообще вся его система не имеет никакого фильтра. Поэтому продукты износа самой рейки и, например, загрязненное масло нещадно изнашивают лопасти его и корпус. В общем, тогда он начинает выйти после этого, и надо его менять на новый. А вообще, заведите привычку менять гидравлическую жидкость раз в 2-3 года, тогда насос прослужит дольше. У Mercedes ML постоянный полный привод с двухступенчатой раздаткой. А это значит, что у машины есть обычная повышающая передача и внедорожная понижающая. Раздаточная коробка ходит в среднем 250 000 км. Ломается, кстати, она чаще на автомобилях, выпущенных до 1999 года. Не исключено, что все раздатки на теперешних ML, которые ездят на сегодняшний день по дорогам, заменены на улучшенные. В ней может сломаться все что угодно – от двух планетарных передач и подшипников до поломанного штока включения понижающей. Также может подклинить моторчик сервопривода включения. И, конечно, цепь на кардан передней оси растягивается. Из-за механического износа появляются вибрации, шум, гол, хруст с пробиванием ее корпуса. Можно даже остаться без привода на переднюю ось. А плохо работающий моторчик включения пониженной передачи в раздатке может обездвижить ML из-за заклинивания в промежуточном положении. И моторчик, и раздатки покупают с разборок, так как новые очень дороги. В общем, кстати, еще у ML163 раздатки все одинаковые. Есть предложения по восстановленным раздаткам. Передний карданный вал имеет двойную крестовину. Вообще она ходит примерно 300 тысяч километров, даже если ее совсем не смазывать. Но если начала скрипеть и гудеть, то тогда эту деталь можно заменить на крестовины от внедорожников Nissan. Так будет намного дешевле. А вообще, некоторые мастерские предлагают переделку этого кардана на одну крестовину. Оба карданных вала, что передний, что задний, оснащены шрусами. Эти шрусы ходят очень долго и погибают из-за порванных пыльников, а именно после того, как туда попадает грязь и влага. Шрусы, что спереди, что сзади, одинаковые, но отдельно не продаются вообще. Есть ремкомплект шрусов, но у нас его не найти. Карданный вал передний, который выходит из строя чаще, стоит оригинальный 1300 долларов. Баснословная сумма. Есть заменитель за 230. А вообще, на разборке можно поискать задний карданный вал, снять с него шрус и поставить на передний. Передние колеса Mercedes ML подвешены на парах поперечных рычагов. Никаких пружин тут нет, а есть торсионы, которые соединены с нижними рычагами и работают на скручивание. Торсионы служат долго и обычно никаких проблем с ними нет. Правда, может появиться скрип из-за сломанного или изношенного подпятника опоры торсиона, а сама опора прикручена к раме в районе между боковых дверей. Здесь есть болт на 17, который крепит эту опору. При вращении этого болта по часовой стрелке клиренс спереди поднимается. Это нормальная регулировка, если передок машины упал. В передней подвеске по две шаровые опоры с каждой стороны. То есть, на верхнем рычаге одна шаровая опора и на нижнем рычаге вторая шаровая опора. Для верхнего рычага по оригиналу отдельно шаровая опора не продается. Рычаг верхний по оригиналу стоит $450, но его, естественно, оригинальный никто не покупает. Все выбирают заменители. От 60 до 130 долларов. По оригиналу можно купить сайлентблоки верхнего рычага. Стоят по $30. Шаровая опора нижнего поворотного кулака по оригиналу стоит $150. Естественно, есть заменители, которые подешевле. Передние и задние подрамники крепятся к кузову с помощью трех сайлентблоков. Каждый. Эти сайлентблоки по оригиналу дорогие, но есть римкомплект, который стоит всего лишь $50. В задней подвеске ML первого поколения больным местом является пружинная стойка. Как видите, амортизатор находится внутри пружины. У любого производителя пружин, то есть, вообще никак не зависит, со временем ломается нижний виток. Это происходит чаще, естественно, в тех регионах, где зимы более соленые. Снизу амортизатор крепится к рычагу через шаровую опору. Это, пожалуй, самое слабое место. Если шаровый разобьется и начнет люфтить, то придется менять весь амортизатор, хотя он может быть полностью работоспособным. Сегодня предлагают услуги по восстановлению шаровых опор этих особенных задних амортизаторов. Задние стойки в сборе никто не покупает, потому что по оригиналу они стоят $550. Ну, амортизаторы для этого мерседеса, нормального бренда, надежные, стоят примерно $150. Китайские примерно 50 пружины именитых брендов. Для этого же мерседеса доходят цены до $170. В задней подвеске есть еще пара шаровых опор к нижнему и верхнему рычагу. Так вот, шаровая опора к нижнему рычагу продается, стоит $55, а к верхнему рычагу не продается. А жаль, потому что верхний оригинальный рычаг стоит $450. Заменители от $60 до $170. Есть еще редкие предложения по пыльникам, не оригинальным этих опор. А ремкомплект обоих сайлентблоков к верхнему рычагу продается за $30. И это будет оригинал. Оригинальная новая тяга схождения стоит от $190, а заменители от $30 до $170. Ступичные подшипники одинаковые, что спереди, что сзади. Стоят $180 за штуку, хотя являются отдельной деталью от ступиц. А заменители раза в два дешевле, а китайские аналоги и вовсе стартуют с $30. Не будем скрывать, что старый немецкий премиум – это всегда кот в мешке, особенно если машина замучена предыдущим владельцем, который ее, например, покупал на год, а затем сразу же продавал. Да, накопившиеся проблемы потом приведут этот автомобиль в ужасное состояние. У ценителей есть хорошие экземпляры ML, но поддержание ML в отличном состоянии стоит больших денег. Поэтому знайте все это и выбирайте эту машину с умом. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была и есть и будет компания «АвтоСтронг».